Сегодня 29 июля 2016 года, пятница вечером и опять дождь. Угрозы непрерывно идут, это столбы, если видно, в лагерь идут, там лагерь, там наши братья Владимир Бащенко, Никита Колесников, Виталий Колеников. Вот так, это вот видится балерина на сооружение. Девятый час вечера. Каждый день грозы, больше месяца. Ничего не видно, стеной и дождь идет. Наши дрова, шифр повалило. Там у нас камера, карик спрятался. Не видно ничего. Все в руке Божией. Как бы мы не хотели, что-то по-своему, еще не получится. Только довериться Богу. Попробую тут проехать, говорит, как вам проехать. Как проехать, вот видите. Я вышел на улицу и показываю. А дорога простелочная, хлябь. Там трактор не может пройти. Колея сантиметров, наверное, 30 грамм. Ну что, выйти нельзя, это я на крыше. Пожись показать. Это такое. Это вот двери, как видно. Выживает кошки котенок. Она ушла куда-то на заработки. Ловить мышей нет. Помню, когда я первый раз увидел грозу, вернувшись из заключения в 80-х годах. Я почти раздетый, вышел на улицу и стоял, у меня полоскал дождь. Так соскучился. Невероятно. То есть это невозможно выразить, как показывает профессионал. Фильм. Идет дождь, там гроза. И они руки высовывают через решетку. Сейчас нет этого. Никто руку не просунет. Такие надеты жалюзи или намордники, как говорит Солженицын, защитные. Ничего нельзя сделать. О, свет сам погас. Погас. Оторвало. Или провода где-то оторвало. Или молния ударила. Или отключили от повреждений. Спасаются. Человек как придумал. Дверь открывается. Окна, крыша. Мы все уже уходим. Как в библии написано. Бездна кажется сединой. Мы когда пасли, вот такой дождь. Ну, тепло летом. Мы одежу снимали. А иногда пасли босиком. А одежа, чтобы сухая была, ляжем на одежу. О, шарик вышел. Что-то я вынесла, но вылезли. Девятый час. Ну, а... Еще он вылезли, по-моему. Услышал мой разговор. Ой, смотри, вообще дождь не кончился. Вылезли. Вот маленько проясняется. Там, видать, у Вальдера крыша. Я одежу тогда под себя. Закрываем ее телом своим. Дождь пройдет, а по тебе хлещет. Один раз град так отполосовал, чтобы одежда была сухая. И вот все это вспоминается. Вылезли здесь. О, как силен наш Господь. Какие разряды пускает. Пустил молнии, рассеял их. За дождя не видать молнии, только всполохи. Сидел в комнате, вышел на улицу, чтобы гром был слышен. Вот и все. Отгремело, отгорохотало. Как пишет Шолохов, заканчивая поднятую соляну. Вот так наша жизнь у всех. Вчера вроде что-то значило. Сегодня нет. Ведь уж там стучало каблуком, и в ООН, и везде. Никита Сергеевич. И нет никого. Тысяча расстрелов подписывали. Нет никого. И расстрельщики, и расстрелянные. Все на суде Божьем уже. Не окончательным, временным. О, ветка обломила. Мы только сегодня целый день подвязывали помидоры. Такие сорняки, там, переломали все. Ну, в день-то, бедра набираются. А почти 100 корней. Вообразить. Это у нас так, уметь достать, а потом изгноить. Так и здесь. Посадили, выпили, выросло. А дальше руки не доходят. Тут вот с детьми. О, еще что-то. Вот так. Вот считай, сразу 90-е псалом. Много мест написано о молнии. Как грозно. Ударило как-то по столбам. Сразу пять столбов порешило. Один в пепел, только изоляторы остались. Другой там полстолба. Последний там... Вон что, шарик прячется бегло. Страшится. Он боится, что в ханоре один окошек там нету. Вышел на улицу, разговор мой услыхал. Какие сколохи. Вот дети, когда бежали 18 июля, вот так же вдалеке сколохи молнии были. Вот рядом. Прямо над нами, над головами. Ну и что? Самый сильный, и во главу угол будет белый. Что-то белое пришло. Света нет. Вот кое-что вот так. Вот так, глядь. Кушать. Ну и все. Познакомился с дождем. Сейчас дождусь, чтобы молния ударила и гром. Молния для отзывающих. А гром для слепых. Как страшно. Как будто обвал в горах какой. Ну куда все денется надмене человеческое, когда 7 граммов проговорят голосом своим. Люди, как мошкара, пророк говорит. Мошкара на куще навозной. Изо всех щелей полезут все. И где-то прорвет это. Вот тогда будет видно, кто на чем стоит. Там, в далеке, на Возоринских околах. И два, и два видать. Как в тумане. Вон там. Там мы завели грачей. Такую рощу погубили, сожгли. Все меняется. Особенно тоскливо, вот когда видишь канава. Длинная, длинная. За горизонт уходит. Люди делили. Тут по скотину называлось. Где коней пасти. Машин-то никаких не было. Такие глубокие канавы. Прямые, как стрела. Значит, вручную все это. Какой же народ был трудолюбивый. И однако бога не знали, как должно. И вот бог послал казнь. То война, то раскулачивание, то перестройка. Все перемешано. Все как просияло, просветлеяло маленько. Я ж никуда не выхожу. Иначе дождь все замочит. Видно, что по лужам. С крыши как капает. И капает, а бежит. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Какие перекаты. А что там вверху? Там непосредственно, где молния. В городе-то сидит человек закрытый. Ничего этого не видит. А здесь видно, как листья другой стороной повернулись. С поля успели пригнать. В 8 часов пригоняют. И сейчас уже ровно 9. Все однако.